Дворец спорта Лужники Наверное, большинство сыграл отец в моем воспитании, да, и он всегда рядом был, всегда поддерживал, даже лапы держал, тренировал. В детстве меня учил, во-первых, помогать людям, любить людей, быть сильным, быть образованным. Силы – это еще не все. Силы – это еще не все. Там и научился драться. Здесь занимаюсь я спортом, тренируюсь, я должен постоянно нести здоровое людям, вообще детям особенно. Они должны видеть, что человек не пьет, не курит. Здоровый, красивый, смелый. Вот что должен видеть ребенок. Мне никто не помогал, никто не рассказывал, что я должен делать. Моя тактика – получать удовольствие и боксировать так, как хочется. Моя тактика – бокс. Ты просто включаешься и боксируешь. Просто фокусируешься и работаешь. Есть такое мнение, стереотип такой у большинства людей, что боксеры – это дураки. Это неправильно. Думать надо по-любому. Это не драка, как он на бум пошел. Страх всегда есть, у каждого есть. Я считаю, что просто надо его преодолеть. Не то, что за себя. Вот как вот за мной столько народу, столько людей за меня болеет. Конечно, переживаешь. Я сын, это очевидно. Я сам знаю, что правильно, а что нет. Я слушаю мое сердце. Этого достаточно. Этого хватает. Я лег на подъем. Так что, если у меня там запланирован бой с одним человеком, мне сказали завтра с другим, что буду с другим драться. Ну, я легко. У меня нет проблем. Я никогда не проигрывал. Я всегда, всю жизнь только побеждал. Не важно, что я делаю. Не важно, чем я занят. Я хочу побеждать. Иногда нужное поражение какое-то. И победы обязательно тоже. Они прибавляют уверенности в себе, силы. Поражение. Опыт. Опыт. Самое главное – не сдаваться. Кто проиграл – вставай, иди дальше. Тренируйся еще сильнее, еще лучше. Стремись дойти опять и выиграть. Зависит от того, как проигрывать. Если ты проиграл и сдался, значит, ты слабак. Если ты проиграл достойно, если твой соперник был силен, если бой был тяжелый и справедливый, значит, такова судьба. А победа? Победа приближает на шаг к мечте. Я никогда не сдавался, не собираюсь сдаваться. И ничто меня не остановит, и никак не остановит. И каждый раз, когда я ухожу на рейд, я выхожу побеждать и выигрывать. И у меня нету никакого сомнения в чем-то. У меня есть цель. Я хочу стать чемпионом мира. Я много работаю. Очень много. И я стану тем, кем я хочу быть. Это моя мечта. И я хочу ее осуществить. В зоне чемпиона мира. Вот это будет, наверное, самый лучший подарок для самого себя. Бокс дал мне много сил. Я отвечаю за мою семью. Я не имею права проигрывать, и поэтому меня невозможно победить. Не получилось всех ветеранов поздравить 9 мая. Хочу сейчас поздравить и поклониться этим людям. Это настоящий герой, на которых надо равняться. Мануэль Чар против Александра Поветкина. Прямо сейчас. Итак, друзья, мы подошли к главному событию сегодняшнего вечера. В ринге Майкл Баффер. И он вызывает Мануэль Чара. У нас произошла смена ринг-анонсера. Но и у нас тоже в нашем комендантском цеху произошли изменения. К нам присоединился чемпион Европы среди профессионалов, заслуженный мастер спорта Григорий Дрот. Здравствуйте, Григорий. Добрый вечер, друзья. Здравствуйте, Борис Евгеньевич, Андрей. Я вас представил все правильно, как чемпион Европы, как заслуженный мастер спорта. Но, увы, по-моему, это уже наш друг и уже коллега. Это немаловажно. Итак, Мануэль Чар выходит в ринг, друзья. Сосредоточен, спокоен. Этот парень, сирийец по происхождению, родился он в Беруте. И когда было ему всего три года, во время военных действий его потерял отца. Сидя потом в скорости переехала в Германию. Ну, что он, в общем-то, стал расти, стал заниматься кикбоксингом. Неплохо у него важны дела. Но, вы знаете, он раз за него возрасту понял, что надо зарабатывать деньги. Он стал по всех главным... Он стал главным кормильцем семьи. И поэтому понял, что один кикбоксинг настолько не заработает, начал заниматься боксом. Дела у него почти неплохо. Дрался он за все полученные деньги. Но в ринг выходил регулярно. Но потом произошла драка. И он получил тюремный срок. Десять месяцев просидел в тюрьме. Но ввел себя там очень спокойно. Даже, можно сказать, образцово. Ему доверили тренировать заключенных. В 30 месяц он вырос, вышел и уже начал серьезно заниматься боксом. Серьезно посвятил себя профессиональной карьере. И вот, вошел за сегодняшний день в своем уровне. А не вон. Итак, Мануэль Чар. Он в ринге. 26 победных боев. 16 достойных побед. Одно поражение. Путе поражения здесь, в Москве, от Виталия Кличко. Ну а сейчас Майкл Баффер объявил выход Александра Поветкина. И вы слышите реакцию зала, друзья. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Итак, спортсмены в ринге, друзья. Бриллиантовый мальчик Мануэль Чар и русский витязь Александр Поветкин. 12-ти раундовый бой. Титул разыгрывается. Титул интерконтинентального чемпиона WBC. Редактор субтитров А.Семкин ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Дамы и господа, the national anthem for the Russian Federation. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Да. А как говорит Саша сейчас сам, то у него полная взаимосвязь и полное понимание с новым тренером. И для них это как бы новый вызов, да? Для Кирпы тоже. Конечно. А для него про дебют. На самом деле, выйти на такой уровень с таким боксером в углу, это как первый профессиональный бой. Конечно. Вот. Ну, а теперь у меня еще такой вопрос по поводу физического состояния Мануэля Чара. 112 килограммов. Я вспоминаю, когда он приехал в Москву вот тогда в сентябре 2012 года на бое с Виталием Кличко. Он весил тогда 104. Ну, чуть-чуть больше, чем Саша сейчас. И тогда говорили, что это идеальный вес для него. После поражения от Кличко он провел несколько боев. В одном, я помню, он был просто явно с лишним весом. Ну, просто был жирноват, скажем, прям-прямо, да? Сегодня мне тоже кажется, что это вес для него не оптимальный. На пресс-конференции я спросил у него, у его тренера, вот об этом именно. Ну, они сказали, что нет, все нормально, все хорошо. Ну, посмотрим. Бой начался, и сейчас все станет ясно. Первый раунд. Я уже подозреваю, что это будет настоящая война. Ну, война, да, будет, потому что как бы ни был готов Чар, а характер у этого парня очень боевой. Вспомните, когда все-таки судья остановил бой, было рассечение с Кличко. Очень сильно рассечение. Он хотел бороться и с судьей, и сам Кличко испугался после того, как судья сказал стоп. Вы слышите, да, уровень боления в зале? Такого я еще не видел. Я видел, вернее, трансляции из Аргентины, из Мексики, когда барабаны стучали в избе. У нас такого еще не было. Чар очень закрыт. Да, это его особенность. Он, может быть, не обладает огромным арсеналом техническим, там, искусственным, но вот его позиция постоянная, поднятые руки вверх, такой жесткий блок, это изматривает. И довольно неожиданные взрывы бывают у него. Непредсказуемые порой. Я уже говорил, что у Чара был вот такой нелегкий путь, ранняя потеря отца, занятия кикбоксингом, боксингом, небольшой срок даже в тюрьме в Германии. И сейчас, вы знаете, он не скрывает, что он, в общем-то, дерется во многом ради денег, потому что огромная семья, и он фактически единственный кормелец, который поддерживает, и он чувствует эту ответственность. И даже был интересный случай перед боем с Виталием Кличко. Он любит играть в лотереи, и он всего одну цифру не смог угадать, выиграл, там, пять с половиной тысяч евро. Если бы угадал все, то сорвал бы джекпот и получил бы восемь миллионов. И он тогда сказал, если бы я выиграл, я бы не вышел на бой. Я слышу, за нашей спиной сидит Олег Иванович Белов, как он сильно переживает. Конечно. Еще поединок практически не начался, а он уже подсказывает с первой секунды. Но на самом деле этот тренер сделал его, и они прошли весь этот путь любительский, начиная от чемпионата области России, заканчивая... Ну да, весь олимпийский цикл, это работа... Я отмечал, что для Поветкина очень удобно, он сам это отмечал, когда боксер идет с ним драться. О, хорошо, да? Хорошая комбинация, поменял угол и ударил левый сбоку. Так вот, Чар как раз сейчас делает то, что нравится Саше. Он идет, подставляется. И все отмечали. Пропускает Чар. Да, он пошел вперед и пропустил. Продолжение следует... Продолжение следует... В конце первого раунда был такой обнадеживающий эпизод. Саша очень удачный. Пошел в атаку, снова право-боковой ложится к целью. Право-бустал сильный удар, он потрясен. Похоже, он в дроге. Да, он потрясен. Это момент закончить бой. Ну что? Вот что делает Чар. Но это он умеет. Да, это его история. Рефик говорит так, спокойно, не нужно кричать, разговаривать. Фоксируйте, ребята. Но хорошая атака была, Саша. Хочу заметить, Чар вышел зажат на первый раунд. Он немножечко не в своей тарелке, он чувствует себя некомфортно. Он возбужден, он переживает. Я говорил насчет лишнего веса, на мой взгляд. Но еще давайте не забудем, что он в апреле провел последний бой. Вот насколько он успел подготовиться. Может быть хорошо, что он не успел расслабиться, сразу перешел. Да, в этот бой. Но может быть и был перерыв, который в общем-то нарушил. Потому что апрель и конец мая – очень маленький срок для такого ответственного боя. Вы правильно сказали, Борис, что Мануэль Чар, по идее, идеально подходит под победу, когда начинает, идет в развитие. Это Григорий сказал. Григорий. Это я. Но вот здесь он как раз этого не делает, он держит руки на месте. Видно, чего-то выжидает. Всегда, всегда ты очень много теряешь сил, когда бьешь мимо. Это просто цель, пусть это даже не точно, не в голову, в плечо, в корпус. Это всегда выгодно, и это всегда приносит ущерб. Это тем более супертяжелый вес. По первым секундам, по первым минутам Саша себя чувствует очень хорошо. Видно, что разобрали, видно, что правильно выбрали тактику. У Поветкина уже получилось несколько очень серьезных, красивых и опасных комбинаций. И физическое состояние Поветкина великолепное. Я давно его не видел в такой форме. Я еще задумывался, как же он все-таки Кирпа, молодой тренер, он сам недавно был боксером, как же у них так по всему получится. Вероятно, вот эта та школа, еще, наверное, советская, да, или российская, она идеально именно Кирпы идеально подходит под школу Поветкина. Они поняли друг друга, и у них получается, он начал боксировать так, как боксировал еще вот на Олимпийских играх. Соперники очень уважительно относятся друг к другу. Даже, может быть, на взгляд некоторых, Валечка слишком миролюбива. Менкелепный корпус, голову Саши дублируют, а такие крюки жесткие. Менкелепный корпус, голову Саши дублируют, а такие крюки жесткие. Менкелепный корпус, голову Саши дублируют, а такие крюки жесткие. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон «Симон» 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 «Симон»